Друзья, всем привет! Сегодня будем делать самоделку для болгарки. Для этого возьмем немного металла. Понадобится метр профильной трубы 20х20, метр 25х25, и также у меня была труба 20х40 и 35-й уголок. Хотя можно использовать и что-то другое. Главная задача сделать полезную и рабочую самоделку, не потратив много денег. Также понадобятся болты, гайки и несколько подшипников. Для начала размещаем профиль 20х20. Из метрового куска я получил 4. Это и сделаем, желательно стараясь пилить ровно. Поэтому я чертил линии по каждой стороне и также пилил. Далее на одной из труб необходимо отступить от края сначала 10 мм и сделать отметку. Затем на соседней плоскости сделать такую же отметку, но отступив уже 30 мм от края. Далее на месте разметки необходимо сделать отверстие на 8 мм. На каждой стороне всех четырех заготовок. Я себе упростил задачу и воспользовался сверлильным станком, на платформе которого я зафиксировал пару деревяшек, образуя прямой угол, в который будут упираться заготовки. Таким образом получим одинаковое отверстие в одинаковых местах на всех заготовках. Для второго отверстия просто смещаем одну деревяшку на 20 мм, не забывая примерять на трубе место, куда упадет сверло, а затем уже фиксируем и делаем работу. Далее понадобятся гайки М8, шайбы и подшипники. Что-то у меня было, что-то я купил, шайбы вот оказались великоваты, но у меня где-то были и поменьше. Вообще самоделка достаточно простая. Честно говоря, я дольше искал все болты и гайки, со временем накопилось кучу всякого крепежа, и в процессе работы все куда-то закатилось, упало, потерялось. Во всем этом хаосе моей мастерской. Поэтому решил прикупить себе ящик для инструментов с кучей отсеков, чтобы расходную мелочевку было куда сложить. И кажется, я видел что-то подобное в магазине все инструменты. Скачал приложение на телефон и там с помощью поиска нашел то, что искал. Да, точно, ящик для инструмента Enforce с двумя органайзерами. Тут же его заказал и забрал в ближайшем магазине, буквально на следующий день. Теперь я один раз заполню этот ящик всем необходимым и просто буду поддерживать количество расходников. И буду знать, что у меня все лежит в одном месте. Искать по всей мастерской больше не придется. Да и с собой можно таскать, не боясь, что он разломается или расшатается. Ведь он достаточно прочный. Плюс на него как раз скидка, поэтому долго думать не пришлось. Если кому-то понравился ящик, оставлю ссылку в описании, где покупал. Может пригодиться. Так, ну теперь все на своих местах и можно продолжить. А именно, собираем одну из частей нашей будущей самоделки. Продеваем болт, накручиваем гайку, далее шайбу, подшипник, снова шайба и гайка. Далее на эти болты надеваем еще одну профильную трубу и фиксируем гайками с шайбами. Так делаем и с другими двумя трубами. А затем таким же образом соединяем две получившиеся детали. Только в одно из отверстий вместо болта необходимо поместить шпильку. Получается вот такая интересная конструкция. Вовнутрь этой конструкции необходимо поместить трубу 25 на 25. Так как имеется люфт, то необходимо поджать ее гайками, которые держат трубы 20 на 20. А подшипники необходимо поместить ровно по центру профиля 25 на 25. Смысл в том, чтобы профильная труба ездила по подшипникам, без люфтов и в то же время свободно. Теперь к трубе 25 на 25 я хочу приварить перпендикулярно и немного со смещением трубу 20 на 40. В этой части скорее все будет индивидуально, в зависимости от материалов, которые есть в наличии и самой болгарки. Дальше все поймете. На корпус болгарки я установил сантехнический хомут с гайкой. Установлен он таким образом, чтобы гайка хомута была параллельно отверстию для крепления ручки. Я воспользовался малярной лентой и карандашом для того, чтобы перенести эти отверстия на приваренную трубу. Также за кадром еще подготовил два уголка с отверстиями 8 мм и два куска трубы 20 на 40 длиной 120 мм, тоже с проделанными отверстиями 8 мм, которые я сварил между собой, как на видео. Еще подготовил кусок 20 мм фанеры размером 1 м на 50 см, к которому по длинным сторонам прикрутил брусок 35 на 35. Фанеру перевернул, а теперь это платформа для установки нашей самоделки. Чтобы ее зафиксировать, я делаю четыре отверстия на 8 мм. Устанавливаю первую ножку. Затем вставляю в отверстие ножик конструкцию из профильных труб и подшипников, в которой для этого в самом начале устанавливалась шпилька вместо болта. Далее все закручиваем. А к передней части прикручиваем болгарку. Уже думаю видно, что получается. Теперь болгаркой с установленным диском по дереву я делаю пропил. Пропил получился достаточно ровный и длинный. На противоположной стороне от болгарки я установил ограничители, с болта и гайки, чтобы труба не выскочила. Также сделал из оставшегося уголка перпендикулярный упор. Завершаю работу установкой заглушек, фиксацией резьбы сваркой и отрезанием торчащих болтов. Ну что, теперь попробуем отторцевать кусок трубы 20 на 40. Получилась, как вы видите, торцовочная отрезная пила с протяжкой. Из-за малого круга широкие профили она, конечно, не возьмет. Но вот если установить болгарку с диском побольше, то можно будет работать с профилем больших размеров. Но у меня пока только такая болгарка, да и в основном я планировал работать с листовым материалом. Попробуем, как она справится вот с таким куском металла. Результат меня порадовал. Друзья, вот такая самоделка сегодня получилась. Для нее покупал я только подшипники 608 и болты с гайками. Вышло около 600 рублей. Весь металл у меня был в наличии, кусок фанеры тоже. Но если покупать все, то думаю выйдет примерно в 1500 рублей. Что не так уж и дорого, согласитесь. Зато все хорошо пилится. И теперь можно работать дальше, экономя время на разметку и рез металла. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. И пишите комментарии, как вам самоделка. Нормальный вариант или есть что-то попроще и получше. Тем, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем хорошего настроения и пока-пока. Продолжение следует...